Вчера баскетбольный ЦСКА, как и обещала Тори Мессина, показал свой истинный уровень. Проиграл в Фенербахче с треском, грохотом и свистом. Сам Мессина назвал этот матч худшей игрой за последние 300 лет. Но лично мне кажется, что худший матч ЦСКА еще впереди. Физкульт-привет! Это новости о спорте ТВ от 1 ноября в студии Александр Журавлев. В среду и четверг прошли матчи Кубка России по футболу. Все фавориты, за исключением ЦСКА и Спартака, повылетали. А братарь Зенита Бабурин даже самолично забросил мяч в свои ворота, лишь бы не играть в этом четвертом кубке. ЦСКА не вылетела исключительно потому, что играли дублеры, поэтому с полной самоотдачей. Спартак, потому что Валерию Карпину, чтобы его не уволили, нужно завоевать в какой-нибудь хоть самый завалящий трофей. Даже Анджи проиграл Алани, игрокам которой не платят зарплату уже 5 месяцев. В общем, Кубок скоро станет ругательным словом и в Госдуме запретят его произносить вслух. Но все это клоунаду затмила битва на трибунах в Ярославле. Вот интересный феномен. Эти люди, которые называют себя фанатами Спартака, ездят по всей стране, везде все крушат, что под руку попадается. Везде их обыскивают, дерутся с ними, поливают из пожарных гидрантов, но поймать их никто не может. Леонид Федун по секрету рассказал нам, что на стадионе в Тушине, где он строит стадион, он придумал хитрый люк на фанатской трибуне. И когда они все там соберутся, он нажмет хитрую кнопочку. Люк откроется, и все они с громкой нецензурной бранью, с этим своим флагом и петардами, провалятся прямиком в преисподнюю. И по всей стране ОМОН вздохнет спокойно. И этот день будут потом праздновать, как День ОМОНа. О других новостях. Главный тренер сборной России Фабио Каппелло объявил расширенный список игроков сборной. И тут же был принят в зал славы итальянского футбола. Как связаны две эти вещи, любезно расскажет он сам. Здравствуйте, сеньор Каппелло. Бонджорно, Руссия! Вива ля мутко! Они, когда там в Италии, посмотрели, какие у меня футболисты, сказали мне «Мадре сакра». Ни одного Болотелли, как он с такими футболистами вышел на чемпионат мира. И хотели поставить мне памятник напротив Колизея. Но я очень скромный. Я сказал, что зала славы мне достаточно. Сей обостанцем. Обостанцем, действительно. Раз уж зашла речь, почему мы играем с Сербией и Южной Кореей, а не с испанцами и бразильцами? Порко, Мадонна! Откуда я знаю? Так решил Путин. Я уже много лет в вашей стране и знаю, что здесь все решает Путин. Я вот даже дзюбу вызвал сборную, а сам думаю, а что скажет Путин? Я даже, знаете, что решил? Я прямо сейчас пойду в зал славы и скажу, чтобы вместо меня они приняли сеньора Путина. Обостанца? Обостанца, сеньор Капелла.